Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Что у нас происходит сегодня с битком? Давайте посмотрим. Биткоин у нас отбился точно от нижней границы нашего канала, о котором мы говорили с вами пару дней назад. Вот мы если отдалимся на часовик с 5 минуток, то мы это ясно видим. Вот здесь. Почему с 5 минуток? Да потому что, не знаю, как у вас, у меня утро началось со скальпинга. Жесткого скальпинга эфира и дэша на байбите. Собственно, я вчера еще стоял в длинных позициях, но на проливе вышел по стопу и сейчас снова перешел от нижней границы канала. И пока мы точно от нее отскакиваем. Вопрос. Сможем ли мы сейчас пробить локально вот это сопротивление и пойти к средней границе канала на уровне 23.300 или даже тестировать верхнюю границу канала на уровне 25.500? Это мы увидим с вами буквально в течение получаса. Я думаю, что даже когда я загружу это видео, это будет увидено. Потому что все еще есть вариант, ребята, что это все ложная история и мы вывалимся нафиг из этого канала вниз. Поэтому тем, кто это трейдит, рука должна быть на пульсе, ручная разгрузка, ручной стоп. Вот у меня, допустим, уже по эфиру я разгрузился на 2 трети позиции, начинал со 100 тысяч контрактов. По дэшу разгрузил пока на треть позиции спекулятивно, потому что верю, что он может показать сейчас гораздо лучшую историю. По типу того, что показал уже сегодня EOS. Потому что мы прямо сейчас сражаемся с сопротивлением на уровне 47.500-48 долларов. И если его пробиваем, то дорога открыта на 52 и куда-то туда, ближайшая. А то и вот к этому локальному коридору предыдущей поддержки. Ну да, это и есть 52-55. Я сейчас говорю супер локально, потому что меня интересует интродэй. Я давно, ребят, не скальпил, честно вам скажу. И немного в таком пребываю сейчас в адреналине, потому что чем больше плечо, тем меньше таймфрейм, тем, конечно, больше на это тратишь энергии, ловишь стопов и так далее. Но в целом мы видим, что весь рынок отпрыгивает, достаточно зеленый. Некоторые имена, такие как EOS, показывают вообще очень хорошую динамику. Собственно, о чем я вам всегда и говорю, что когда все забыли про монету, она как раз и начинает пампить. И да, мы видим, что EOS локально к доллару уже отскочил на 55%, но глобально, если мы на него взглянем, то там еще ничего толком-то и не произошло. Вот он только-только вернулся к предыдущему уровню поддержки и тестирует ее сейчас как сопротивление. Но, конечно же, все будет зависеть от фондового рынка, ребята, мы это с вами знаем. И NASDAQ вчера открылся падением. Вот оно, это падение, но оно достаточно, на самом деле, коррекционное. Как мы можем видеть, мы всего-то пришли на ретест вот этого сопротивления. При ближайшем рассмотрении там было очень глубокое падение. И вот у нас на пяти минутках все в желтых точках. Но это понятно, что этим можно пренебречь, если все может случиться и вот так. Но в целом может случиться и хороший отскок. Это мы узнаем с вами уже буквально через несколько часов, когда откроется фондовый рынок. И что хочется сказать, что крипта отскакивает, на самом деле, гораздо лучше. Потому что в целом-то она, локально я имею в виду, потому что в целом глобально она еще так хорошо не отскочила, как фонда. NASDAQ у нас отскочил со дна уже до пика где-то на 23%. А биток? Ну, биток, в принципе, тоже отскочил на 42%. Но, тем не менее, он сдулся уже еще ниже. Фонда пока так сильно не сдулась. Ну и в процентном соотношении мы знаем, что фонда дает меньше иксов, чем крипта, поэтому да. А вот эфир отскочил-то у нас, я вам напоминаю, что на все 128% уже. Поэтому тут как бы надо осторожнее сейчас быть с эфиром. Вот мы вроде как находимся все еще в канале, хотя канал здесь такой достаточно условный. Можно сказать, скорее, что вот какой-то такой, но не идеальный канал. Давайте так. И по Fibonacci мы скорректировались пока всего до 0.38 уровня. Если рассматривать это как бычий сценарий, что мы уже как бы развернулись и пошли наверх, то мы можем и отсюда улететь. Но в целом у нас есть еще 0.5 уровень, это 1450 по эфиру, куда мы можем дипануть. Или даже на 0.61 это 1300 с чем-то и потом развернуться. Поэтому тут как бы вот такие варианты событий. Но что-то мне подсказывает, что крипторынок может нас сейчас и удивить. Потому что ну такого сентимента, как сейчас, ребята, как уже в принципе полгода на рынке, такого страха и такой жадности в плане купить еще ниже, шартовой жадности, мы давно не видели. Поэтому у меня приоритет лонговый. Я все еще жду все это дело наверх. Вот, вынужден искальплю, поскольку нужен кэш. Ходлерские позиции не трогаю. Торгую на байбите. Как всегда, если вы не видели обзор по этой бирже, посмотрите обязательно, он сейчас появится у вас вот в том верхнем правом углу. Ну и напишите в комментариях, что вы думаете. Обязательно навалите лайков, если вам нравится такой формат. И какие монеты еще, какие проекты вы считаете перспективными. Биткоин кэш-то, смотрите, тоже пошел локально уже. Больше чем на 10% подрос. Вот, бедао, я, короче, свой прикрыл. Весь профит спилила. Решил пересидеть на споте, потому что непонятно, что с ним. Конечно, сейчас наверняка будет хороший шорт-сквиз. Но, блин, опасно, они вбросились только капитализации, что я решил в стороне переждать. Лучше маржинальную позицию зайду попозже, уже на каком-то более-менее подтверждающем моменте. Так что вот так вот у меня торгую пока эфиром, дэшем на фьючах. Вполне этого достаточно. Эфир очень хорошо амплитудно ходит. Но, кстати говоря, эфир в сравнении с теми же альтами типа того же дэша, он еще пока даже не дошел до вот этого сопротивления, которое у нас находится на уровне 1650 примерно. Вот, дэш уже с ним сражается, поскольку он более перепроданный. Так что вот такие мысли. А, и самое главное там. Самое главное и глобальное, ребята. Дэш к эфиру. Пока все хоронят дэш и лонгуют эфирчик в связи с переходом на поз. Дэш к эфиру пробил свой многолетний падающий клин с 2018 года, который тянется. Посмотрите, сколько у нас было неудачных тестов его пробить. Да, раз, два, три, четыре, пять. И вот мы его пробили и закрепляемся над ним, как над поддержкой, возможно, что сейчас. Давайте смотреть. Если ему удастся закрепиться, то, ребята, вы, наверное, знаете прекрасно, кто верит в паттерны, что падающий клин – это очень бычий паттерн. И цель из него – это вершина клина, то есть минимум паритет с эфиром, а то и два эфира. Два или три эфира за монету. Это глобальные цели по дэшу, ребята. Соответственно, даже если эфир будет стоять на месте, то это пару тысяч долларов за монету. А если эфир улетит на пятерку, то это может быть и десятка, и пятнаха. Вот и все. Такие сегодня мысли, ребята. Присматривайте за этим. Желтая точка-то у нас была еще вот здесь. То есть статистически, опять же, вероятно, что мы вернемся хотя бы к желтой точке. А это 0.06 эфира. И выйдем еще выше нее. То есть, короче, тут 3 икса буквально на дороге валяются. Но дисклеймер, не финансовый совет. Сами знаете. Все ссылки в описании. Торгуйте осторожно. Всем профитроли. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok